Здравствуйте, уважаемые любители королевского автоспорта, меня зовут Соня, мы продолжаем катать наш чемпионат в F1 2017. Господа, сегодня у нас очередной гран-при, мы начнем подготовку к гран-при Испании, великолепном треке Каталуния. Напоминаю то, что мы катаемся за розовую силу, то бишь за Форс Индию, и предыдущие чемпионаты были довольно-таки у нас неплохие, за исключением одного небольшого но. Да, я говорю о том самом инциденте на гран-при Сочи, когда я на последнем круге, или на предпоследнем, на последнем, кажется, использовал флэшбэк. Да, это было действительно некрасиво, и да, меня потом совесть грызла, что зря я это сделал. По сути-то, я приехал не на подиум, а по факту четвертым, в общем-то, да, я там допустил ошибку, и Ботас бы меня по любасику прошел бы, если бы я не использовал этот флэшбэк. И я чё себе думаю, господа, короче, наверное, флэшбэк я отключу, наверное, будет это именно так. И все ошибки, которые я буду допускать, это будут, грубо говоря, будут на моей совести. И если я уж на стриме разобью болид, то, значит, стрим прекратится. Зато не будет никаких флэшбэков, меня не будет грызть совесть, вы не будете кричать в комментах там и так далее, и может так будет лучше, не знаю. Короче, господа, поехали, движемся мы вперед. Обязательно надо будет зайти и отключить эту опцию, о которой я только что говорил. Ну а сегодня у нас подготовка, подготовка к очень интересному гран-при, в котором хотелось бы приехать, хотелось бы приехать на подиум, но уж как пойдет, не знаю. Ничего обещать пока что не могу, пока мы не сделаем хотя бы какую-то тестовую катку. Так, что там по улучшениям? Я уже не помню, уже, блин, больше недели не катал формулу, что там, это, кажется, я уже поехал на свободные заезды. Я вечно путаюсь в управлении, блин, хотел переключить менюшку и вот старт свободных заездов. Я очень люблю управление в F1, скобках нет, там где пронумерованный, блин, понимаете ли, все кнопки, они обозначены так, как они должны выглядеть на самом-то деле. Так, меня интересует погода, меня интересуют настройки какие-нибудь для моего болида, с чего мы и займемся. Давайте, наверное, нам для начала планшетик и мы все-таки возьмем какие-то настройки. Я еще кое-что вспомнил, надо на все вот эти вот практические дела установить немного, немного другие комплектующие на, ну, мотор и так далее. Бляха, придется перезайти. Первые свободные заезды я благополучно просрал, но все-таки я не хочу, так сказать, использовать свои целые железяки, целый мотор и так далее. Мы сейчас перейдем на все первое. По умолчанию все установлено под номером 1. А вот это вот поворот мне интересный, потому что я нифига не менял и гонку прошлую я ехал, ну, вот, на всем втором, в общем-то. Да, 56 кругов вам время на трассе. Ладно, ясно, понятно. Странная хрень на самом-то деле. Коробка у нас тоже стоит первая, износа у нее, че там где? 47% кажись, да. 47%. Нормально, коробочка нам еще послужит, че-то. Едем на вторые свободные заезды и уже, надеюсь, поедем. Господа, хорошо, отдайте мне мой планшет. Прекрасно. Замечательно. Мы лезем в www. Настройки стима. Нашел какие-то настройки, заезд на время. Ну, режим игры. Ну, хорошо, допустим. Давайте копьем на них. Можно было бы еще глянуть, че тут вообще понастраивали. Так, топливо, кстати. Можно, в принципе, загрузить, не знаю, кругов вот так вот на 5, даже на 7. На 11 килограмм загружу. Потому что проедем квалификацию сейчас, короче, квалификационный темп. Так, по аэродинамике. Хорошая аэродинамика, хорошо. Меня, в принципе, устраивает. Трансмиссия дифференциаловатых крензы. Короче, баланс смещен назад. Вот тут фиг знает, но будем посмотреть, как он себя покажет. Хорошо, едем мы, короче, на этих настройках. Погнали, ребят. Так, освоение трассы для начала. Мы сейчас проедем. Давайте, поехали. Сейчас посмотрим, как на этих настройках будет ехать болид. Я надеюсь, что будет нормально. Если нет, то я, конечно, буду делать какие-то корректировки. Опа. Что-то не понравилось такому. Жопа довернула. Вот баланс назад, не знаю. Такой чёрт. Так, ну поехали. Удачи мне. Мы едем на медиуме. Так, отлично. Пока что. Отлично. Прям всё фиолетовое практически. Шикарно. Очень крутой трек, на самом деле. Это Луния. Так, ДРС заюзали. Отлично. Тут даже до первой передачи скинулся. Может даже зря. Да, медленно. Так, не забываем, как меня тут подтошнило. Чуть-чуть. О, не меня, а болит. Было это на этапо... Да ладно! А чё, что было-то, собственно? Красный? Что это достигнет-то? Не, нифига, мы едем ещё на троп. Я этот красный... Видите, про таблиц сейчас проеду. Бывает, на выходе немножко чё-то с ним происходит. Такое не совсем приятно. С болидом. А ещё думаю, чё у меня такое на рулёжке? Какое-то странное. Я тут крутил, видимо, форситбэк в какой-то игре. На профиле от F1. Зачем я это... ...делал? Хороший вопрос. Мало форситбэка. Ладно, это мы сейчас подстроим. Это тоже такое впечатление создаёт, как будто болит какой-то батный. Ошибочно, я чуть притормозил тут. Зелёный, понятно. Два врата вписались, и хорошо. И опять же, здесь зелёный. Да ладно! Да какого хера красный это? Вот это было западло на сар-заделе. 450. А, ещё хруп? Так отлично! Чё, давайте на багажок перейдём. Песец! Всё! Едем в гараж. Настройки говно, я не знаю. Но с болидом какая-то хрень. А, конечно же, еду на 550 градусов. Обязательно. Я думаю, чё не так? 550 градусов, а не 360 было на рулёжке. Видимо, благодаря этому я и подслил немножко. Эту тему. Ладно, на зелень кое-как проехал, но... Блин, было неприятно, нифига. И не знаю. Может быть, из-за форситбэка, кстати, чё-то было не так. Но болид... Что-то не то. Что-то не то. Я не уверен насчёт балласта, смещённого назад. Я вообще не люблю менять этот балласт. Как-то, блин, сразу начинает себя вести. Так непонятно. Не совсем понимаю, для чего это всё делается. Хорошо. Едем дальше на контроль резины, три круга. Поехали. Нам надо теперь по три челленджи выполнить. Круг с ходом. За одну сессию. Потому что впереди ещё третья свободная заезд. Да и всё на этом. Очень жалко. Я мог бы на Фиолетово проехать, нифиг делать освоение этой траектории. Тем более, в Каталунии я этот трек знаю относительно... Теперь опять привыкать надо. Совсем другая тема. Вот это мой болид. Но на выходе всё равно какой-то не знаю. Чё-то с ним не то. Видимо, чувак под себя настройки... Ладно, я уже проеду освоение трассы. Мне не нравятся эти настройки. Под себя сделал и, блин... Смысл такие настройки выпускать с ним? Не знаю даже. Так, времечко. Чё-то не круто. Ладно, мы здесь не время хорошее берём, а должны проехать чё-то. Меньше поребриков. Ну вот, блин, что-то не так. Что-то не так. Я так гонку точно не смогу выиграть. Ну уж точно не смогу выиграть. Очень плохой конфиг. Насколько... Хорошо проехал мой болид. Ехал в России. Насколько сейчас он едет плохо здесь. Его постоянно на выходе куда-то вштыривает. Так, отлично. По времени прошли всё. Низкий износ. Возвращаемся в гараж. Идём колупать настройки, потому что это какое-то дерьмо вселенское. Даже не знаю, что крутить, куда крутить, вертеть. Я нихрена не инженер по этим настройкам, но... Одно я точно понимаю, то что они не ок. Они вообще не ок. Вот распределение веса. Зачем он взял смещение это? Давайте уже вернём на сток. По аэродинамике. Даже не знаю. Попробую так сделать. Потому что, по-моему, у меня на выходе из поворота начинает жопу сносить. Попробуем так. Так, господа. Ещё один челлендж. Надеюсь, сейчас станет лучше. Но не факт. Потому что настройщик из меня не ок тоже. Примерно такой же, как и тот чувак, который там что-то выкинул. Так, квалификационный темп. Ага, понятно. У нас осталось три как раз движухи. Цель команды. Кстати, цель команды. Так, быстрый сектор 3. Покажите лучшее время в третьем секторе. Не срезая углов. Ну, не факт. Выполните последовательность из трёх быстрых кругов. Ну, это мы попробуем. Завершите полный круг, потратив минимум топлива. Это мы тоже попробуем. Завершите круг. Как минимум с двумя разными настройками. Блин, да. Во время свободного заезда. Это мы уже делаем. Хорошо, господа. Мы тогда едем дальше. На-на-на-на. Давайте на квалификационный темп, что ли. Отдубасим немножко. Цель 17. Поехали на квалификационный темп. Выезжаем мы на софте. Хорошо, погнали. Давайте. Надеюсь, я попал в настройки. Ну, хоть чуть-чуть лучше, чем это было. Чё по топливу? Обогащёнка? Пока не надо. А, он не переключает в тек, а просто обогащёнка и всего дела. Так, вроде бы на выходе как-то лучше стало. Но я пока не еду, хоть и фернёй занимаюсь. Понеслась. Ну, давай. Цель 17. Лучше проходят повороты. Хоть я здесь и ошибки допускаю. Но лучше, лучше, лучше. Стабильнее, как видимо. Сомнительное удовольствие. Балласт. Играться с ним, мне кажется, нужно всё же индивидуально. Так, окей. Пока мы отыгрываем время. Плохо прошёл. Так, ну, в придирочку мы чё-то выполнили, хуже, нашу цель, да? Окей, цель достигнута. Цель 13. Всё равно болит, мне кажется, мог бы и лучше ехать. Но уж лучше я точно его не настрою. Чё-то всё не так круто, как в предыдущий раз. Полсекунды. Полсекунды. Здесь нам второй стоит проходить, и не на первый, как я это делал. Да-да-да-да-да-да-да-давай-давай. Я жгал 13 место. Шикарно. Сейчас мы следующий, что, ещё будут повышать? На 13-й. Вообще в притирочку, я прям удивлен Плюс не стоит забывать то, что у меня болит сейчас это На несвежачке немножко Так, в самую малость Это тоже не стоит забывать О, тоже время есть Неплохое Незащитно на время Потерял здесь, отвлекся, блин Ошибка на ошибке и все Но 7 сек я уже ну никак не вытащу Ошибка на ошибке Ошибкой поматана Секунда Проигрыш Хорошо Плохо в смысле Едем далее Давай, не тупим Настройки явно лучше Сталик Пока все неплохо О-о-о-о У меня топливо закончилось Че, серьезно? Да ладно Ну класс Просто шикарно Выехал один Че, на 3 круга не хватило? 11 килограмм, серьезно? Закатывайте меня, господа Че-то я недоволен Какого хера она выжрала у меня за 2,5 и по 4 круга Всю горючку Собственно Говоря Какого хера? Ну ладно, там получается Старт с хода Плюс еще один круг За 3,5 грубо говоря Че с топливом? Топливо На 7 кругов! Ёб твою мать! Как она выжрать-то могла? Кирюха мне говорил Надо прокачивать экономию топлива Потому что мы не вписываемся Давай я сделаю больше Давай я сделаю на 8 кругов Так, сейчас там хоть немножечко ресурсов подсыпят В прошлый раз я, конечно, ничего не заработал Ввиду своей рукожопости Точнее Странного управления Так, 170 ресурсов Почти что-то Тысяча есть Будем дальше на экономию Так, отлично Одновременная работа Одновременная разработка Простите Разделение отдела на более эффективные проектные команды Позволяет каждому отделу работать над двумя модификациями одновременно Класс! Прикольно Прикольно Это приятно Дамы и господа Что, собственно, тут от нас требуется? Осталась у нас экономия топлива Собственно, мне достаточно будет проехать Кажись, количество кругов 3 Но мне, по-моему, это доступно Можно будет проехать и за один круг Насколько я понимаю это дело Значит, мы сейчас сливаем нахрен все лишнее топливо Оставляем чисто на один круг Едем на стандарте Кажись, там нельзя нифига регулировать Так, хорошо Давай, вот тут на два круга На 3,2 минимум 5 килограмма Хо-хо-хо-хо, уйди 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 Спасибо Так, и выезжаем на этот самый челлендж Так, кстати, стратегия гонки Тренировочная программа стратегии гонки Приношаем... А, блин, понятно Еще тут надо будет проехать Хорошо, мы выезжаем пока на экономию топлива Так, а цель команды отлично Мало топлива Вот это вот нам надо сейчас проехать И тогда мы еще, может, возьмем 25 очков Цель команды Это будет просто потрясающе. Поехали. Переключаемся в режим накат. Так, чтобы докатываться по воротам. Будем экономить теперь горючку. Так, что там с топливом-то? На стандарте. Но здесь нельзя регулировать тифига. Хорошо. Норм настройки стали. После того, как я их подправил. И балластом перестал палить какую-то дичью заниматься на выходе. Я, наверное, уже раза три сказал. Но это реально, правда, я это замечаю. Поэтому говорю об этом. Так, хорошо, понеслась, господа. Давайте, один кружочек на очень хорошей экономии. Поехали. Экономим, экономим, экономим. Я до сих пор качусь. Вот сейчас только подготовлю. И то не в пол. Времечко в придирочку. Поэтому не стоит расслаблять булочки. Обычно времечко тут дают с запасиком. Вот так. Твою ж мать. Как это было плохо. Накатик, накатик. Еще и времечко с запасиком. Накатик. Уже в фиолетовом секторе. Накатик. Фиолетовый сектор. 0,3 секунды. Все в ажуре. Добить, так сказать. Окей. Почистая секунда выигрыша. И с первого же круга мы этот челлендж делаем вообще в легкую. Как я раньше не понимал. Нихера тут разобрался. Видите, вообще никаких проблем не вызывает. Совершенно. Хикарно. К сожалению, сегодня мы не сможем выполнить все на идеальном. Хотя, может быть, я еще раз могу проехать освоение трассы. Я бы хотел все на фиолетово забрать. Это было бы просто прекрасно. Хорошо, ребят. Мы едем дальше на стратегию гонки. Ммм, сколько там кругов мне надо? Пять кругов мне надо проехать. Давайте мы поднакапаем чуть. Подкормим нашего болида. Но как-то пять кругов надо пережить. Поэтому я предпочту ему так сильно с запасом дать. Не знаю. Ну вот на девять кругов 14 килограмм. Как-то так. Должно будет хватить. Все на обогащенке я не проеду. Конечно, буду ехать на стандарте чаще. Но должно будет хватить. И, в принципе, квалификационный темп или что там у нас стратегия. Точнее, должна быть нормальная. Должно пройти, надеюсь. Поехали. Поехали, господа. Так, а может быть тут тоже, кстати, достаточно одного круга проехать стратегию гонки? Ну, давай, поехали. Так, на медиуме мы выезжаем. Хорошо. На стандартном топливе пока что. Немножко докручиваю это сыру болит, если вот сейчас вот втопил на выходе было такое, но это даже и нормально. Даже хорошо, скорее, чем плохо. Так, хорошо, господа. Понеслась. Смотрим по времени, пока я едем на стандарте. Узаем дресс. Стратегию. Просчитываем. Так, чё-то, блин, мы вот уже сливаем тут обогащенком. Мотор изношенный. Вон, какой мотор красивый. Ой, чё-то я, блин, не поспеваю. Притирочку. Немножко тут широковато я проходил за счёт жёсткости резины. Здесь время потерял. Ошибки, ошибки. Тихо. Тихо. Окей. Огонь. Просто огонь. Я забрал всё фиолетовое. Пожар. Не, ну на Каталонии я не мог проехать так, чтобы не забрать всё на везупречь. Получилось. Где моя ачивка? Алло, игра. Могли бы вы завести. Первый раз. Первый раз. Мы забрали прям всё-всё-всё-всё цели. И это просто замечательно. И вот здесь, смотрите, получилось у меня только один поворот. На зелень я прошёл. Остальное всё идеально. И то, я мог бы его проехать идеально. Там чё-то сплошал. Ну, вот и разница, когда ты не вкатанный выезжаешь на трек, грубо говоря. И когда ты уже подрегулировал болид, ты уже вкатанный едешь. Вообще без проблем. С первого же круга я вот, видите, забрал освоение трассы. Аж только так. Хорошо, ребят. Мы завершаем эту сессию. Всё просто замечательно. Дальше перекидываем все комплектующие, ну, агрегаты, грубо говоря, на более свежие. Перейдуем на хвалу и будем бороться, будем бороться, ребят. Будет круто, будет офигенно. Так, время моё, ну, я чё-то где-то в жопе мира, кстати. Ну, потому что я тут старался не дубасить, а как-то всё-таки соблюдать правила. Плюс три есть. Хорошо, мы ещё поборемся. Хорошо, опять же. Лучшее время минуты 22 и 5. У Райкинина, между прочим, на софте. Значит, нам примерно на это время надо как-то ориентироваться. Но я не на скудыри-феррари еду, поэтому если я приеду за минуту 23, там, с копеечками, я бы хотел до шестого места приехать. Даже минута 24, видите, он. Минута 23 с копеечками надо. Ну, как рик ярда, чё-то вроде такого. Ну, посмотрим, посмотрим, господа. Малость ресурсов нам сейчас поднасыпят. Это хорошо, конечно же. Вот, расход топлива и эффективность. Вот, что нам нужно сделать. Потому что всё очень было плохо в этом плане. Но оно пока недоступно. Мне придётся разрабатывать всё с нуля. Хорошая система зажигания, мощность двигателя ещё повышается. Но у меня больше проблема с аэродинамикой. Даже не знаю. Ладно, я посоветуюсь, наверное, со своим инженером, с Кирюхой. А там мы уже разберёмся, чего будем разрабатывать. Хорошо, выходим отсюда. Господа, едем на квалификацию. И очень-очень надо в топ-6. Очень надо приехать в топ-6. Так, чтобы я потом прорвался на старте. Если у меня получится, конечно же. Блин, хочется за подиум бороться. Даже на форцинге. Хочется бороться за подиум. Хоть пристреляю. Ещё, кстати, погоду её так я не посмотрел. Кстати, действительно, сведения. По погоде у нас по квалификации всё отлично. 29 градусов температура асфальта. Хорошо. Очень даже неплохо. Так, а гонка? Это квалификация. Прокрутка погоды. Вот, гонка. Отлично. Никакого дождя не обещается. Единственное, что понижение температуры под конец гонки. Но, учитывая то, что болит под конец гонки, будет несколько полегче. Я думаю, то, что баш на баш держак будет примерно стабильный всю гонку. Хорошо. Выходим мы отсюда. Времечко-то тикает, кстати. Дайте мне планшетик. Сливаем нахрен топливо. Опять же, лишнее делаем на минимум. У нас есть две попытки. Выезжаем на первую. Вот, на 3,2 круга. Этого должно будет хватить мне как раз. Попробую так. Этого должно хватить, я надеюсь. Хватало, по крайней мере, раньше. Переключаемся на максимум. И погнали, ребят, погнали. Да, пакфрейм хорошо. Погнали, выезжаем. Итак, попытка первая. Еду молча, так что сконцентрироваться. Давай пока необогащенку включим. Так что сконцентрироваться. Необогащенка, отлично. Так сказать, докатимся сейчас. Резина ж погретая у меня, да? Да, прогретая. Хорошо прогретая. Переключаемся на максимум. Давай, понеслась. Я мотор не перекинул. Вот я мудак. Блин. Блин, блинский. Я мотор не перекинул. Вспомнил один. Очень вовремя. Ладно. Делаем все, что можем. Ошибка, блин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА